Очень здорово, рада всех приветствовать сегодня. Перехожу сразу к делу. Роза, спасибо, что представила. Я уже не буду повторяться, чем занимаюсь. Да, и сегодня покажу, как мы запустили, уже давно запустили одну из компаний, это оптики. И в чем, скажем так, наверное, вам будет сегодня интересно узнать об этом опыте, тем, что, как вы понимаете, репотребляемость данного бизнеса, она невысокая, потому что потребность поменять очки, оправу, очковую линзу, да, она, ну, как бы не сильно часто возникает, поэтому хотелось бы сегодня акцентировать внимание на то, как работает наш продукт UDS именно в тех сферах, в тех нишах, у тех компаний, у которых частота покупок небольшая, да, то есть она невысокая. Здесь можете со мной поближе познакомиться, отсканировать визитку в Instagram, в топлинке есть все способы взаимодействия со мной, поэтому будем дружить. Итак, коротко о компании. Мы познакомились с клиентом абсолютно случайно, зовут владельца компании Исаков Максим, вот, это молодой, прогрессивный, очень продуктивный, энергичный парень, и мы познакомились таким образом. Я участвовала в конкурсе в Instagram просто на розыгрыш оправы и выиграла эту оправу. Приехала к самому, то есть приехала в эту оптику, чтобы ее получить, и познакомилась с руководителем, да, с Максимом. Слово за слово мы поговорили о том, о том, что, как работают его оптики, насколько все, как выстроен маркетинг, да, и он как раз-таки мне предлагал получить дисконтную карту. Я говорю, зачем вам карты, может быть, их надо сделать цифровыми, он говорит, да, как раз я об этом думал, да, и мы вот запускались в сентябре 2018 года, уже почти три года здесь работает данная программа. Как все выглядело до внедрения UDS, в принципе, не было как таковой какой-то системы маркетинга, да, все было по наитию и как-то так все на ощупь. Тем не менее, уже работали бонусные карты, они были пластиковые, тоже бонусные, то есть клиенты копили бонусы, но это все очень сложно администрировалось, и поэтому, то есть это ручные анкеты, заполнение данных, контроль бонусов, тоже все это вручную, в эксельках. В общем, очень как-то было все сложновато управляемо, и поэтому мы, когда посмотрели, какие может дать возможности именно приложения, то Максим быстро, даже не раздумывая, да, подключил на полный тариф программу UDS, и мы стали заниматься разработкой уже именно всего комплекса применения функций. Здесь о компании вы уже, наверное, посмотрели, ознакомились, это QR-код на подключение бонусной карты сети MaxOptic в UDS, вы приложение можете открыть и посмотреть, как заполнен профиль, как презентуется компания себя, в том числе и электронную витрину используют, да, для того, чтобы выложить туда самые популярные какие-то оправы, линзы, солнцезащиту. Солнцезащиту сейчас в сезон, то есть тоже используют функционал интернет-магазина. И еще мне очень нравится, что этот клиент, он, у него это вообще семейное дело, там еще бабушка была тоже владельцем оптик, потом продолжали это его, ну, вся его семья, да, и сейчас он тоже последователь. Такое, ну, скажем так, социального, мне кажется, еще и бизнеса медицинского, потому что помогают людям приобрести четкость и хорошо, четкое зрение, да, и хорошо видеть. Вот, поэтому очень энергичный предприниматель, и мы, собственно, долго не раздумывали, как работать. Чем мне понравилось сотрудничать с этим клиентом, он, вот как раз мы очень сегодня много, да, ребята поделились, и Ирина, и Петр, о том, как взаимодействовать с недренцами. Несмотря на то, что я сама являюсь уже много лет специалистом по запуску компании, здесь практически на 80% весь результат достигнут самим клиентом, он очень самостоятельный. Поэтому если у вас есть вот это рвение, желание все делать самому, разбираться, вовлекаться, это все приносит удовольствие, радость, и есть на это возможность по времени, это как раз тот самый случай, когда клиент сам нырял, да, во многие процессы, а я всего лишь была таким проводником к его результату. Как мы построили сами настройки, то есть какую систему мотивации клиентам предложили? 200 бонусных баллов приветственные в приложении, кэшбэк, накопительные статусы от 5 до 15%, очень высокий и хороший процент за рекомендации, 10% на 7 на первом уровне, 2 и 1 на втором и третьем. Баллами можно оплачивать покупки до 100%, это большая редкость на сегодняшний день, где такие есть предложения, да, в бонусных программах, и так как клиенты не так часто возвращаются, да, поменять себе оправу, то иногда клиент может 1-2 года не приходить за покупками, поэтому срок жизни бонусов мы установили 24 месяца со дня последней покупки. В день рождения компания дарит 300 бонусов клиенту, и через приложение также можно организовать доставку. В момент пандемии очень выручила этот функционал, и действительно клиенты заказывали доставку и привозили на дом, особенно это контактных линз, одноразовых, ежедневных, да, касалось, когда клиенты в этом нуждались, и вот можно было заказывать через приложение. Сейчас это тоже работает. Что самое, наверное, скажем так, что помогло весь результат, который сегодня вы увидите, получить, это участие сотрудников. То есть на первое время как раз-таки на голом энтузиазме какое-то время посмотрели результат, он нас не устроил, и потом Максим как раз-таки включил, включил плюшки. Сейчас 3% с каждого чека, который проходит через систему лояльности, сотрудник получает премию. Соответственно, почти все чеки здесь, конечно же, отражаются, да, для того, чтобы и клиент видел свою выгоду, и сотрудник не забывал вовлекать клиента, потому что от вовлечения, от градуса вовлечения клиента зависит, конечно же, уже наш эффект. Это и по среднему чеку, и по возвращаемости. То есть это все потом приносит как раз-таки наш результат. Итак, сейчас что мы имеем? Почти 6 тысяч, ну на сегодняшний день уже точно 6 тысяч клиентов на момент подготовки к кейсу, чуть раньше было меньше. Не все пока клиенты стали покупателями, но они прогреваются, и они получают предложения, и рано или поздно становятся тоже покупателями, да, то есть сейчас 85% клиентов являются, то есть клиентской базы являются клиентами, остальные пока еще ждут, да, когда же купят первый раз. В системе сейчас 28 пока клиентов имеют VIP-статус, то есть они совершили общей сложностью от 15 до 53 покупок, что это, кстати, ну обратите внимание, что это оптика, да, и за там меньше чем 3 года 50 раз побывать в оптике, это тоже, мне кажется, рекорд. Вот, хотя количество от всей клиентской базы это всего лишь там полпроцента, да, то есть полпроцента клиентов принесли 3% в кассу, то есть вот можете уже заметить, да, такую динамику. Есть категория клиентов, которые купили от 4 до 15 раз, это 400 человек, это всего лишь меньше чем 10% клиентской базы, но они принесли в кассу почти 18% выручки, да, то есть заметьте, пожалуйста, вот это как раз-таки зависимость, когда чем чаще клиент покупает, то есть само количество клиентов в базе это небольшое, но в кассу они приносят основной доход, да, то есть основные, основные, основную прибыль. И клиенты с потенциалом, которые 2-3 покупки совершили, что для оптики является отличным, то есть за это время там примерно 1 раз в год или там 1-2 раза в год, когда они посещают, то есть может быть купить солнцезащиту или какой-то ремонт сделать, это 36% клиентской базы и их как раз-таки покупки составляют половину оборота, то есть половина оборота это покупки, которые всего лишь, то есть клиентов, которые 2-3 раза побывали в данных магазинах. По количеству клиентов это 1600 человек, то есть вот 1600 покупателей принесли 50% выручки для компании. Ну и уже, конечно, мы здесь имеем большую долю клиентов, половина клиентской базы, кто только 1 раз пока что был, но они копят бонусы и обязательно, да, кто-то из них станет постоянным клиентом и вернется именно к нам. То есть вот это и было основным, скажем так, смыслом применения системы, чтобы все-таки вот в этом, где частота покупок ниже обычного, да, ниже каких-то таких, например, там сферы общепита, вот тоже добиться хорошего результата и показателя. А теперь посмотрим, что получилось еще по цифрам. 26% это суммарная мотивация, то есть это свои кэшбэки, кэшбэки за покупки друзей и бонуса спасибо, да. В общей сложности это 26% то, что показывает покупателю приложения. По факту сейчас скидка это 4%, то есть это колоссальная экономия на скидке, которую сегодня вам тоже уже показывали. Но здесь вы видите, насколько это разница, да, то есть мы 5 раз сократили прямую скидку. Клиенты пока что потратили только 32% бонусов от всех, которые у клиентов на руках. То есть это тоже вот здесь и как раз есть эта экономия. Есть уже сарафан, он работает. Пока он принес кассу на сегодняшний день это около 200 тысяч рублей, что является примерно одним процентом от выручки. То есть вот просто посмотрите, сколько сарафан в кассу все-таки дает. Это покупки клиентов со второго поколения. Глубина рекомендаций 7 поколений и даже на шестом есть покупки. Общее количество новых клиентов по сарафану 286 человек. 32, вот они из этого числа 32 купили на вот эту сумму, там 185 тысяч. И чтобы увидеть, какое количество становится клиентами из тех, кто получили бонусную карту по рекомендации, это 11%. Что это для вас будет означать, да? Что или, скажем так, сейчас мы рассматриваем это как раз с моим клиентом. То есть каждый клиент, каждый десятый клиент, который получает карту, он обязательно купит. То есть мы можем ставить план по рекомендациям в месяц, чтобы достигать какого-то результата по новым клиентам. Приложение тоже уже принесло свои плоды. 200 человек в базе, 70 купили на общую сумму 600 тысяч рублей. Рекламные каналы тоже промаркированы отдельными промокодами. Инстаграм хорошо работает, да? Тоже 300 тысяч по Инстаграму принес в кассу. Есть ссылки, промокоды на 2GIS на сайте, которые по чуть-чуть, да, тоже уже показывают свой результат. Почти тысячу оценок клиенты оставили. То есть каждый десятый чек идет с обратной связью. Вот. И общее количество покупок тоже. Это я хотела эту цифру вам показать, чтобы вы увидели, насколько это интересно клиентам. 10 тысяч раз клиенты купили с использованием бонусной карты. Вот. Это говорит о том, что клиенты точно этим довольны, они этим хотят пользоваться, да, и это точно применяется. Ну и здесь, здесь последний слайд, собственно, про то, что нужно делать, чтобы получить результат. Я резюмирую, что еще раз руководитель, вот Максим, он дисциплинированно сам обучался использованию программы. Он проходил разные курсы, которые у нас есть для клиентов. Посещал круглые столы, посещал мероприятия офлайн, онлайн, которые мы делаем для клиентов, такие, как сегодня. Да, у нас есть онлайн-корглые столы, у нас есть форумы. Он всегда участвовал и в платных, и в бесплатных мероприятиях, закрытых, открытых. То есть это, то есть напитывался информацией и потом ее притворял в жизнь. Он обучал своих специалистов. У него должность называется оптометрист. То есть это те консультанты, которые не просто подбирают оправу, но они еще и образование медицинское имеют, да, и дал им определенную для этого премию. Сделали для удобства интеграцию с кассовой учетной системой Эватор. Это очень быстро, это очень бюджетно. 360 рублей стоит в месяц интеграция. Поэтому мы это сразу сделали, чтобы минимизировать действия по начислению бонусов и автоматизировать все максимально, по максимуму. Конечно же, как вот тоже многие показывали, как оформлены локальные материалы, которые информируют клиентов. Это наклейки, это листовки, тейбл-тенты, да, в зоне, где клиенты ожидают или получают консультации. Тоже это все присутствует. Делает, конечно же, руководитель делает, он сам участвует в этом всем рассылке, пуш-рассылке. И, конечно, напоминает, когда там сезонные, может быть, какие-то поступления, когда какие-то модные оправы, хиты продаж и так далее. То есть это все потихонечку приносит свои продажи. Вот. И, конечно, еще сильное внимание уделяется обратной связи. Что клиенты сказали, что пожелали. Они иногда пишут о том, как поработал с ними специалист. Это все очень ценно. Более того, клиентам предлагается оставить отзыв после того, как они увидели сообщение об оценке в UDS. Есть ссылка на различные внешние платформы, где могут они оставить на Яндекс. на картах, на Тугисе, да, где могут оставить свой отзыв и получить дополнительное количество баллов. Это помогает тоже собирать на внешних площадках отзывы для улучшения репутации, имиджа магазинов, ну и получать тогда на этих отзывах уже новых клиентов. Ну и сама харизма тоже руководителя. Вы можете перейти на страничку MaxOptic в Instagram, посмотреть, как творчески подходят и сам владелец компании, и его сотрудники, как они творчески подходят к работе, как они своим простым языком записывают какие-то видео, объясняют клиентам о преимуществах, да, бонусной системы своего просто магазина, записывают интересные сторис, делают полезный контент для подписчиков. То есть это очень все так смиксовано, классно и вкусно. Я хотела бы, чтобы у нас очень многие наши предприниматели могли вот подсмотреть в хорошем смысле вот такой вот легкий и эффективный, ну, скажем так, кейс и опыт. Поэтому здесь я уже, в принципе, заканчиваю, и финальным, наверное, будет моим слайдом. Это то, что получила компания. Здесь очень легко посчитать, что компания сэкономила, да, то есть за счет чего, допустим, отказались от карт, были раньше тайные покупатели, сколько мы сэкономили, например, в скидках, не приобретали мобильное приложение, и те рассылки, которые есть, да, то есть мы сэкономили вот столько денег на них. Профит за два с половиной года работы с теми уже, с тем, что получила компания за счет еще этого продукта, составил 3 миллиона 700 тысяч рублей. Мне кажется, для таких небольших компактных оптик, которые всего лишь пять в городе, это маленькие либо островочки, либо маленькие салоны, да, это достаточно неплохой результат. Вот, и вы можете тоже его 100% повторить. Поэтому у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Чтобы продолжить, да, наше знакомство, можете переходить в Инстаграм. Спасибо большое. Рада была поделиться кейсом. Юля, благодарю, да, очень хороший кейс, прям цифру вообще.